Гамарджоба Генацвали, Лешидзе Халицкешвили ведет Грузию к мировому господству. Очередная серия игры на уровне сложности божествов Сидмэр Стивилизейшн 6 Гэзерин Сторм. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании, либо в правом верхнем углу появляется. Спонсоры канала, все серии видят сразу в вкладке сообщества, ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Давайте, в общем-то, приступим. Мы тут захватили Гуарульюс для того, чтобы больше алюминия получать, уже 4 алюминия в ход. Этим и занимаемся, в общем-то. Так, тут у нас холмы, по-моему, да? Да, тогда вырубим, наверное, лесок. Так, теперь Манаусом займемся. Как бы мне так подойти, чтобы его увидеть? Блин. Так, ладно, давайте пока. Бить мечника. Мы тут хорошо, в общем-то, стоим. Я решил монгола и китайца пока не трогать, даже когда у нас закончится союз, потому что у меня есть кхмер и бразилец. В общем-то, ими надо заняться. Раз они тут выделываются так вовсю. Но мне надо побольше юнитов, чтобы города засвечивать. Вот в чем дело. Я не особо города вижу. Так, Кабул, наконец-то, монгол допилил. Господи, сколько он его пилил. Так. Если я сюда встану... А, жалко, город не виден, но я сейчас апнусь. Так, от дальнобойных атак возьму. Следующим ходом к Манаусу подойду. Так что давайте бомбардировщик использовать, чтобы вот с каравеллой разобраться. Вообще, дуболом может... Я вот не помню, на море... По-моему... Вот не помню, честно говоря. Спущенный наземный юнит на море. А, ну давайте я убью все-таки, в всякий случай, дуболома. То, что он разграбить гавань не может, это точно. А вот может ли он захватить... Мой юнит? Я не помню. А, великие Зимбабве. Ну, блин, кто ко мне? Я не буду сейчас продлевать союзы, скорее всего. Поэтому давайте лучше... Давайте лучше морской порт. Нарост тут надо переключить. Так, обработано. Обработано что-то в Вавилон. Какие клетки? Ага, тут давайте шахту сделаем. Из Кутаиси... В Каспии, блин. Шесть еды аж. Кого мне перекупили? Рапаную? Ну и пофигу. Рапаную не особо и хотелось. Так, тут мы... Тусим около дяды. Пока скапливаем силы, но... Атаковать я пока не буду. У меня вот появилось кем заниматься. А именно... Херамс. Ну, то есть, я с ними и так воевал. Они мне объявили войну за Вавилон. Кстати, вот скоро этот кризис закончится. Амфитеатр. Амфитеатр. Художественный. Центр коммерции. Рынок. Хотя, блин, две тысячи может купить. Чтоб сразу и караванчик организовать. Откуда у нас доступны тут пути на производство. Шо найду. Из Канди в Каспии. Из Амала в Каспии. Наверное, из Канди хочу. Так. Вавилон банк, кстати, зря строил. В принципе, в Канди... Давайте аэропорт. Я хоть четыре самолета размещу. Хотя, подождите, может тут... Хотя, тут лучше строить буду самолет. А аэропорт тоже куплю. Самый опытный авиатор еще помнит, как он возник из грунтовой взлетно... ВВП, подождите. Взлет на... Нет, ВВП, как? Мне кажется... Мне кажется, это ошибка. ВВП должно быть написано. Взлетно-посадочная полоса. А у них аберриатура ВВП. ВВП тут должно быть. Взлетно-воздушная полоса. Ну, по-русски взлетно-посадочная полоса. Вот это я знаю. Словосочетание. Внутренний валовый продукт. Иностранный город обретает независимость. Аксу отваливается, кстати, в мою пользу. Собор Василия Блаженного. Собор Василия Блаженова. Ну, тут на производство. Да. Еще в Золотой Век стремительно, опять же. Выходим. Ну, пока тут стою. Ну, пока... Слушайте, а что я тут стою с другой стороны? Пошли... Сюда, к... К бразильцу. Бразильцами займемся. О, разведчик приехал. Нет, не хотим мы... Не хочу я посольства. И уголь мы не продаем. Ну, Манаус, в принципе, должен... Да, посольство, наверное, Швеции примем. Манаус, в принципе, должен упасть за один ход. Друзья, мне нравится польский язык. И... Блин, я пропустил этого... Блин. Реально, я пропустил, я забыл... Это я затупил, короче. Блин. Как бы я не хотел бы, чтобы меня этого Кирасира убили. Так. Подходим к Манаусу. И... Началась бомбардинец. Слушайте, я не захвачу я его... За один ход. Видите, не хватает. Ладно, я сюда встану. Бить он мне его не может. Так. Четыре бомбардировщика у меня будет пока. Еще мечники. Такое супер-развитое государство, конечно. С мечниками бегает. Садника тут держим. Наверное, высадимся. Пока ничего не было. Я хочу там бананы обработать, но не могу, потому что... Захватит рабочего. Может, компьютеры открыть? С другой стороны... Тут затопление. А, 20 ходов. Химия. Канализация. Нет, давайте откроем компьютеры. Потом в химию пойдем. У меня слишком много городов на побережье. Чем быстрее я... Построю плотину... Тем лучше будет. Ну и плюс... Может пойти... Ну, вообще не хочется с подлодкой. У меня нету нефти. Ладно, там постою. У меня в подлодке апгрейдится. Блин. Идет поселенца под защитой дуболома второго уровня. Классно. Классно. Морской порт центровещания. Так, тут нарост. Морской порт доделали. Пригород не хочу. А тут, собственно, уже и нечего строить. Чудеса на этих местах я не хочу строить. Давайте всадника. Нет, давайте киросира. Как-то всадники... Я пока не открываю юниты, чтобы апгрейдить всадников. И не хочу этого делать. Поэтому... Лучше киросиров. Мне надо какие-то быстрые юниты, чтобы города захватывать. Блин. Только недавно был союзником Рапану, и теперь он мне войну объявляет. Да, очень логично, блин. Кавалерийским юнитом атаковать антикавалерийский юнит. Ой, куда-то... Торговец-бразильцев бег... Просто идут мимо. 660 золота. Вау. Не смогу ограбить, да? А, нет, могу. Все, и 60 золота. Что так мало? Так, Манаус пал. Манаус пал. Больших городов. Больших городов. Каспий... Каспий что-то уменьшил. О, продуктовый рынок. Отлично. За один ход 1200 золота, похоже, наворовал. Угольная, морской порт. Кстати, тут можно аквапарк будет построить. Где я еще построил? В Руставе. Да, тут, кстати, Вамала. Очень к тему будет аквапарк. Хотя тут есть развлекательный в Манаусе. Но он пока не особо работать будет. То есть, Монгол пытается Аксу захватить. Так, что еще тут обрабатываются? Поля. Я еще геотермалочку не открыл, да? Геотермальную электростанцию, чтобы на этих геотермальных полях строить. Ну, пошли бананы уже обрабатывать. Сейчас я смогу и Каравеллой засветить тут территорию города для бомбардировщиков. Ну, пушечку давайте мочканем. Мочканем. Все, закончились союзы с Китаем и Монголией. Не хочу продолжать. А вот воровать деньги у... У Мали хочу. Морской порт о Халкалаке. Опять растем. Пригород. Не хочу тут пригород. Ставить. Районы тоже я уже не хочу в Ахалкалаке ставить. Все, которые хотят. Давайте амбар. Сделаем. Водяная мельница не нужна. Монумент не нужен. Ахалкалаке. 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 Тоже не хочу. И давайте, наверное, исследовательские гранты. Что у нас тут по великим людям? О! Мне тут Тесла завезли. Так я его так заберу. Можно не выкупать. Следующим ходом он должен, по идее, стать моим. Писатели тоже будут сейчас. Ну, отлично. Отлично. Амбар в Гаурульесе. Фабрика. Манаусе. Монумент. Амбар. Тут, кстати, еще высокая лояльность, потому что есть развлекательный комплекс и арена. Что ты меня осуждал? Вот что я тебе сделал? Соглянем. Ну, это вообще непонятно. За захваты городов, это захват города, это всем цивилизациям добавляет претензии ко мне. Я даже не хочу дружбу заключать с Монголом и Китаем в надежде, что они решат мне войну объявить когда-нибудь. Да, это мы. Кризис. Нужно корпуса делать. Вот это можно убирать, у меня не будет куда к союзникам шпионов поставить. Да, давайте даже шпионов. 200 единиц мирового влияния и плюс 2 золота вход с городами-государствами. Никола Тесла. Это в Каспии, наверное. Ну, давайте посмотрим, какие у нас отношения с Монголом. Ну, тут средние. Археологи. Слабое говоря, у меня сильное. Расстраивается, что у вас больше великих людей. Претензии от других игроков. Минус 14. Он повелитель всадников, защитник великих людей. А китаец? Союзник городов-государств. Технофил. Но с этим получше, кстати. То есть, скорее Монгол, мне кажется, объявит войну, чем китаец. Опять же, блин, в Циве не угадаешь. Блин, не видно городов. Ну, видно Кхмерский город, но он мне не нужен. Я тоже хочу вот бразильские эти захватить. Девушки отдыхают. так опять ты каким-то своим кирасиром сюда едешь а я думаю сейчас мы там самолетами плотина где можно плотину строить строим плотину естественно так тут не надо плотина эти еще кирасира в парочку плюс 2 к производству угольные станции энергию повышает выработку так а тут ничего обрабатывать сюда пойду ну как приятно бомбардировщиками от стоможек же было карточку поставить чтобы она деньги давала блин не можно кстати а нужно было эту карточку поставить где она тут уничтожение прошлых эпох дает золото то есть я вот сейчас за убийство этих арбалетов сколько у них сила 40 30 лицо ну вообще не особо много не особо много ладно самолет оставил она будем дуболома все конечно расточительство так ну там дуболом 4 уровня с другой стороны доставлю пикинера чтобы он защищал самолеты куда куда делись все варвары уже куда вот эта армада арбалетов плывет просто занимаются плаванием я так думаю шпиона построить офигеть я не думал что вруставе ничего не затапливается видите нету класс бахал калаке тут плотина есть тбилиси тоже нету ничего себе то есть я уже видел что нету удивительно не так много мест которыми затапливаются оказывается ладно не не чувак все поздно не надо было мне войну объявлять вавилон возмущен был вавилоном новое голосование так стоимость приобрели ну снижена за производство давайте и расширяется культурный захват за себя и премия нобелевская премия мира буду удивлен если не мне дадут премию мира я же за мир вообще во всем мире всю игру грузины самая миролюбивая цивилизация так стоимость снижена в производстве отлично новый район осуществляет культурных разохваток мира ну это ненадолго так у нас можно вот эту фигню в меди капнуть о а вот и рио-де-жанейро что все юниты куда-то делюсь у хмера и бразилица как они силы кир 333 кри 11 раненый скаут что ли где-то бегает образец 440 ну да у них уже у них уже все печально рапаную перекуплен так не пока пас надо добью рио-де-жанейро самолетиком следующим ходом столица бразилии падет тяжело с читерами на самолетах бороться откуда у грузин самолеты на читере явно так продуктовый канализацию строить да ну не хочу ворсакхаз тоже не особо бродвей или эрмитаж тут четыре ячейки шедевр изобретения искусства здесь литературных и музыкальных бесплатный социальный институт я бы бродвей построил а сейчас у нас тут будет два производства и на три клетки дальше но у юра на пинесе от меня скрыться ух ты тут матер хор был он там дает культуры всем соседним наземные боевые юниты плюс три к силе у этой горы ну зашибись у меня так главное таких чудес нету рядом грузия как хочешь без чудес тут выкручивайся самолеты строй убивай всех обидно ей богу да среди вот сколько у нас тут территории сколько земли да а как другим досталось на этом расщепленном фрактале вот и себя тут появился где-нибудь вот тут я понимаю было бы выживание конечно ну блин я уже и забыл пройти про этих поселенцев не так хватит ведет через два хода у меня спрашивает постоянно ну вот тут нужна поддержка моему поселенцу очевидно а вот тут что будем делать вот видела я но я буду туда поставил где минус 2 ну я не хочу высаживаться и конечно могу этот лагерь захватить до высадившись и но меня же захватит поселенца сразу зачем так насколько сильно минус 7 это терпимо кстати еще плюс 6 науки но я на 100 науки опережаю идущего следом а по технологиям его лишь на 3 это немного даже стен нету в бразилии она считается в осаде кстати теле никто вот эту одну клетку контролирую вот эту одну клетку и все уже бразиль суси бразилия я уничтожу вообще какой-то дебильный город акведук и уличный карнавал это дня полная какая-то ну так ну ну на каре уже кирасиров кутаиси строить думаю мне их хватит с бразильцем закончим пойдем на камера давайте в ракетостроение уже открою чисто летучие отряды даже без нефти пока пора улетать отсюда мне кажется да да новые иуда а скифом я полюбился странные как-то с этим даже не портится отношения с соседями моими удивлен удивлен приноси незначительный торнадо где она тут а все опять по нулям очень удивительно так бразилия забираем уничтожаем тоже кучу претензий добавит кстати сан паулу еще какой-то город наверно стоит долетают того модировщики нет вот и ну чё давайте в манаус пересадим 1 2 в рио-де-жанейро сколько он ходов тут дал еще долго и третьего в гуару лишь торговца сделал отсюда наверное отправлю из амалов каспи все внутренние пути кстати у нас тут уголь надо пойти обработать это мне уже не хватает на электричество на холм встану отойду не хочу клетки грабить потому что они все равно потом моими будут их восстанавливать зачем встанавливать Ну, давайте тоже на родную территорию. Сейчас я буду космопорты сейчас строить. Блин, захватят меня этого посева. Они как-то хитро, да? Варвары просто отходят вглубь, типа, высаживайся, высаживайся. А потом мы прискачиваем и захватим. Да. Так, а вот тут как раз нету варваров. Вот тут, кстати, канализацию можно построить. Тут мало жилья. Да что ты всемир хочешь? У тебя два города осталось. Успокойся. Никто в этом мире за тебя не заступится. Ни за тебя, ни за Кмера. Ошиблись вы, ребята? Блин, как он тут оказался вообще? Да, захватили мне поселенца. Так, вот это одна из моих любимых идеологий, потому что кампус и промышленную зону можно сразу поставить. Коммерции и гавани можно сразу поставить. Плюс четыре влияния. И... Бонус в сецидиатральной площади. Довольство... Ну, наверное, довольство надо. Все города с районом. Тут и жилье, и довольство. Давайте вот это я лучше поставлю. Что-то разграбил меня тут даже. Как он тут еще проник сюда? Плохо мои... Мои контрразведчики сработали, не поймали этого наркомана. Вот, тут надо морскую плотину строить. Так, Рио-де-Жанейро уже не должен отваливаться, да? Да, отлично. А вот тут на Сан-Паулу, к сожалению, очень большие города Мали будут влиять. То есть, надо Ресифе быстрее захватить. Минус 18. Я думаю, из Гаурулиуса надо Виктора даже. В Сан-Паулу. Минус 10. То есть, 5 ходов. Нормально. Торговые пути. Кто хочет, грабит. Вообще без проблем. Что, аэропорт мне там разграбил? Вообще охреневший какой-то бегал парень. Так, тут в демократию, конечно. Сука, я далеко. В социальных политиках только Пётр более-менее где-то близко. Все остальные вообще фиг знает где. Ну, и в науке. Только китаец. Ну, я даже не знаю, смысл туда идти пушкой. Я захвачу город. Так, мне надо туда какой-то наземный юнит отправить. Так, мне надо туда какой-то наземный юнит отправить. Пять перемещения. Да, летучий отряд давайте купим. Ну, вот этого можно было бы взять Роберта Годдарда. А что у нас с Нобелевской премией мира? Там что надо накапливать? Получение мирового влияния. Но это... Я никак не могу ускорить. Продуктовый рынок готов. Ну, лаба, центр вещания. Ну, и отбились. До столицы даже кампуса нету до сих пор. А нафига он нам нужен? С другой стороны, да? Ну, тут можно канализацию построить. Тут уже маловато жилья. Монсель-Мишель, Панамский канал. Сауса. Сауса вообще чей город изначально? О, начались осуждения. А когда я Бразилию захвачу, все вообще с ума сойдут. Убил меня там Кирасира, да? Гадкий хопер я сейчас с бразильцем разберусь. Ты будешь плакать, умолять меня, чтобы я тебя убил. Так, этих сюда отправляем. Сейчас сразу куплю монумент. Сразу куплю строителя. И морскую плотину. Не знаю, ну, просто эти поселенцы были со статуей свободы. Так, к сожалению, этим ходом не получается. Захватя, кого мы тут убили? Так. А, слушайте, блин, я мог сейчас я мог сейчас Бразилию добить. Универ кто-то поломал. Сволочь какая-то. Ой, блин. А, нет, разные слои. Я думал, сейчас не смогу обработать уголь. И переброшу сюда. Будем Анхард Хом следующим ходом забирать. А, че началось? А, че началось? Че-че-то он там мою каравелку колупает. Амбар. Угу. Ща, попозже. Не, нафильме эту акведук от строителя. А, че так слабенько скаут работает. Никаких посольств. У нас Грузия изолирована всех захватывает. А, это там был поселенец. Да, вот что мне сейчас убило? Ну, поселенец, который я до этого захватил у Бразилии, Бразилия захватила обратно. А у стрелки разведчики были уничтожены, это жалко. Блин, там сейчас рыцарь этот. Не. Этого мы отбили обратно. так. Знаете, мы покончим с Бразилией. А, тут нет самолетов больше. эстон. Эхе-хе. Нету больше твоей Бразилии, понял, кануло в лету, ну и на этой победоносной нуте я пожалуй эту серию завершу. Да, но тут нам надо будет конечно решать, а тут китаец Куритибу захватил, но мне кажется это лояльностью было, а не войной, есть такое ощущение, будет решить проблему отваливания этих городов, а и одновременно будем Кхмера захватывать. Ну все, спасибо, что смотрите, играйте в умные игры, продолжение завтра, а спонсоры канала продолжение могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот кто сделал это видео. Пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.